Меня зовут Маргарита, мне 17 лет, я учусь в школе в 11 классе. Я люблю театр, дарить подарки и слушать музыку. Я все-таки предпочитаю бумажные книги. Я обожаю сидеть с карандашом, со стикерами, что-то постоянно себе акцентировать, выделять, возвращаться, перечитывать. Это вещи, которые цепляют. Научили меня читать родителей в 4 года. Немножко было такое, что назидали, чтобы я сидела и читала. И поэтому в средней школе меня отбило желание читать. Но уже вот в 16 лет я как бы сама пришла к тому, что мне это нравится. Я получаю от этого удовольствие. Первая книга, которая мне приходит в голову из моего детства, почему-то «Два капитана» Вениамина Каверина. Она, по-моему, 16+, но я ее читала в 9 лет. И я вот уже лет в 16 снова к ней вернулась и совершенно по-другому прочитала. В 9 лет это просто какое-то было потрясение. Меняется восприятие. Как бы в детстве ты смотришь на какие-то интересные волшебные вещи, больше за сюжетом. Повзрослев тебе уже интересно, как думает персонаж в каком-то том или ином моменте, как он себя поведет. То есть интересно анализировать характер, поступки, не только сюжет. Мы уже не живем в дефиците книг, как, например, жили наши бабушки, дедушки, родители. У нас много возможностей. Мы можем читать бумажную книгу, аудио. Я наблюдаю часто, как сидит человек, подросток, ребенок и сидит в телефоне. Или, находясь где-либо, в наушниках слушает аудиокнигу. На самом деле возможностей много сейчас. Заставлять работать свой мозг и читать, получать информацию. Мне кажется, это круто. Но вот если про меня говорить, то я все-таки люблю бумажные варианты. Мне нравится, я тактильный человек, мне нравится держать книгу. Вот, да, говорю про карандаши, про стикеры, запах. Не просто там пробегаешься глазами, а заставляет эти люди прочувствовать, вызывает отвращение, злость, ненависть, какую-нибудь обиду вот этим. То есть я сейчас ищу много где в театре, я ищу живых чувств. Я живая, я могу чувствовать. Вот это мне нравится. Сегодня я хочу рассказать о книге под названием «Книга Балтиморов». Эта книга была мной прочитана вот одной из последних, и она произвела на меня вот просто мощное впечатление. Маркус Гольман, как современный писатель, он решает восстановить историю своей семьи. В эпилоге книги есть такие слова, только в книгах все можно стереть, все можно забыть, все можно простить, и все можно восстановить. То есть в этой книге, в которой он рассказывает о своей родне, о своих родителях, о своих кузенах, три мальчика, вот Маркус, Вуди и Гилель. Они кузены. Рассказывают историю о их дружбе, о их предательстве, о зависти друг к другу, уже в более взрослом возрасте. Автор пересказывает историю и медленно нас подводит к драме. Драме с большой буквы – это трагедия семьи Гольдманов, что произошло в определенный день, определенный год. И вот уже как бы в конце книги у нас все становится по полочкам. То есть Дикер нам закрывает открытые окошки. Там еще и детективная линия. Здесь нет ни упора, это все-таки семейная сага. Но детектив тоже присутствует. Мне кажется, сейчас безумно актуально с появлением социальных сетей, когда мы видим просто картинку красивую и можем не задумываться, что за ней стоит. Так и Маркус. Он идеализировал жизнь своих родственников, своих кузенов, тети, дяди. Ну вот не зная о том, на самом деле, что они за люди, что они скрывают в себе. Я знаю, что Жоэль Дикер молодой писатель. Ему 37 лет на данный момент. И у него уже популярность огромная по миру. Насколько языков переведены его романы и книги. У меня вот почему-то ассоциируется с Дикером фраза из «Над пропастью воржи» Селенджера, что бывают такие книжки, которые, когда дочитаешь до конца, хочется, чтобы писатель стал твоим лучшим другом. И ты мог ему позвонить, когда тебе захочется. Вот как-то вот так вот у меня ощущение к нему. Она будет интересна подросткам, детям от 14 лет. Потому что там и взросление, что касается молодых людей. Вот именно какие-то юношеские проблемы. Проблема буллинга, когда вот уже ты в слезах читаешь, как могут эти подростки издеваться над ребенком. А уже люди, конечно, постарше тоже могут задумываться о своей семье. И что, может быть, не все так гладко, как они себе это представляли. Мы уже привыкаем, то, что вот нам выделяют самое важное. Тот же пост где-то в социальной сети. И потом уже не хватает усидчивости сидеть и читать того же Федора Михайловича Достоевского. А все равно это мозг-то развивает, это работа. Этим надо заниматься, улучшать неровные связи в нашем мозгу, чтобы он не засыхал. Люди, которые не читают, не то, что меня пугают, но как-то такое маленькое презрение возникает. Ну, то есть они не узнают многих вещей. То есть ты же читаешь, особенно Жюля Вернин, например, о путешествиях. Книгу читаешь, и ты уже там побывал. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...